По данным Ярославского центра занятости, на начало осени в регионе было зарегистрировано около 10 тысяч безработных, что заметно меньше, чем в прошлом году. Однако для тех, кто по разным причинам все еще находится в поиске, сегодня была организована ярмарка вакансий. Нужна она для того, чтобы соискатели нашли свою работу. Если у них не хватает квалификации, они смогли найти курсы повышения квалификации в учебных заведениях и, соответственно, подтянуть свои навыки. Организаторы говорят, что, как правило, на ярмарку приходит более тысячи человек. Чаще всего это школьники, студенты и пенсионеры. Мы сейчас сменили место жительства, приехали из Костровской области и интересуемся, не взяли куда-то приложить свои силы. Я пришла определиться с тем, чего я хочу, куда мне дальше идти, развиваться. Я сейчас ничем не занимаюсь, я пенсионер уже. А сейчас, так сказать, учитывая, что видите, какой энергичный, почти еще молодой, хотел посмотреть, может быть, что-нибудь подгору себе. В этот раз на ярмарке собралось более 50 работодателей. Многие из них только стартуют в Ярославле и поэтому набирают сотрудников. Мы работаем с клиентами дистанционно и у нас сейчас открывается очень много рабочих мест. В этом году мы планируем набрать 400 сотрудников, в следующем году 900. А представители вузов, в свою очередь, объясняли школьникам, что перед тем, как искать работу, нужно получить образование. Диплом Ярославского педагогического университета, мне кажется, будет вполне достаточным пропуском для покорения самых серьезных карьерных вершин. Нужно только сделать правильный выбор и суметь им воспользоваться. Ярмарка вакансий проходит дважды в год и длится всего несколько часов. Судя по количеству заполненных анкет, после этого безработица должна снизиться как минимум на тысячу человек. Ксения Рулева, Денис Лосев, ЯНовости.